Доброе утро, девочки мои! Давно не снимала, решила начать видеоблог. Ну что у нас? Уже... Я давно проснулась, уже 11 часов. На улице уже 30 градусов. Вообще у нас последнее время, уже, ну, наверное, больше недели, стоит жара. 33, 34, 35 днём градусов, а ночью 20, 22. И сильный ветер. Ну вот сейчас он так дует, но порывы бывают вообще очень сильные. Ну, обычно пыль даже бывает. Но сейчас вроде более-менее так не очень, не очень пыльная буря. Хотя подоконник каждый день приходится от пыли вытирать. В общем, вот такая вот у нас погодка нынче. О, подуло, подуло. Смотрите, как деревья шиволятся. Шиволихаются очень сильно. Вот так вот. Ну что, мои хорошие девочки. Дома ничего не делала, поэтому ничего не снимала. В общем, вышла я из дома. Я сейчас еду к дочке. Дочка уехала по своим делам. Ну, по каким делам, она вам сама расскажет на своём канале. Мне сегодня нужно Денечку забрать в садика. И вечер я буду с ним. И завтра утром. Потом меня сменит бабушка. Другая бабушка Надя. Ой, на улице как душно. Ух, ветер тёплый. Дует прям невозможно. Сейчас 3 часа дня. На улице самое пекло. 34 градуса в тени. Фух. Прям такой тёплый, горячий воздух дует ужасно. Вот. Не снимала я, девочки, какое-то время. Потому что думала снимать, не снимать. А что снимать? Я сижу дома. У нас каждый день жарка душно. Невозможно. Я сижу дома под сплитом. Выбегаю только иногда в магазин. Если прям что-то необходимо взять. Беру, что нужно. И обратно. И обратно домой под сплит. Поэтому, как говорится, ничего особенного такого не готовлю. И, честно говоря, когда жарко, даже дома у меня нормальная вроде температура, если бы делаю нормально. Но общее состояние такое слабое. Кто-то написал в комментариях, что у вас такой уставший голос. А вот от такой жары, он не уставший, а вяленький такой. Голос вяленький. Я сама вся вяленькая. Ух, ладно, погнала через дорогу. Поехала. Все, девочки, забрала Дэни с садика. Он там плескается пока. Мы сейчас... Милка носится. Что это с тобой, Мила? Че ты носишься? Не нравится, да, когда тебя снимают? Ощетинилась. Ну, побегай, поносись. А то скучно было тут без нас дома, да? Мы пришли, давай носиться, Милка. Ты хочешь, чтобы с тобой поиграли? Ну, давай, сейчас поиграем. Милка, заигрываешь со мной, да? Заигрываешь со мной. Я тебе руку не дам, а то ты ее оттяпаешь. Ты такая коша у нас. Ты такая злюка. Да? Сейчас включу телевизор. Че-нибудь посмотрим. Дэня накупался уже, да? Покушал. Простите. Да. Дэня покушал хлеб с маслом и с сыром. И еще даже поел колбаску. Сервелат финский поел. Я ела и предлагала ему то, что есть. Ну, колбаску поел. Я не думала, что он даже сервелат покушал. Вот. Ну, в общем, короче говоря, того сего нахватался. В общем, наелись сытые. Смотрим мультики. И еще немножко, и пойдем уже отдыхать. Все, ты наелся? Да. Пойдем книжку почитаем и будем спать, да? Давай. Пойдем. Вот наша книжка. Вот она, наша книжка, да. Открывай книжечку, давай будем читать. Мультяшная книжка, да? О, мимимишки. Да, это про мультики книжечка. И Милочка пришла к нам тоже. Читать будем. И Милочка. Будем с Милочкой читать. Че там на улице живет. Да, ну давай, ляжем, будем читать. Давай. Уйдил мячик. Доброе утро, девочки мои. Я проснулась. Небо облачное что-то. Солнышко не видно. Пол шестого утра. Тишина такая, крыльенка. Одна машина проехала. Сейчас кофе попью. Проснусь окончательно. Слышу гроза. А тут вот тучка нависла. И я смотрю, дождик небольшой пошел. Хотя дождя вроде не обещали. Дынечка еще спит. А я пока занимаюсь потихоньку своими делами. Слышно вам грозу, да? Сейчас только что так громыхнуло хорошо. Гроза. Ну, тучка такая. Ну, она пройдет. Сегодня вроде как дождь вообще не обещали даже. А я себя, девочки, даже не снимаю с утра. Потому что я еще пока сонная. Еще так особо не проснулась. Сижу пока в телеграме. Читаю новости всякие последние. Слышите гром, да? Может быть, хоть немножечко свежее сегодня будет, чем вчера. Вчера было очень душно. Сплит работал, ну, в другой комнате, правда, до 11 часов. Я только в 11 тело выключила. Было душно. Ну, ничего. Ночью нормально так проспала уже. Не могла сначала дуя уснуть, а потом уснула и поспала так нормально уже. Под утро очень хорошо. А вот и Деня проснулся. И Милочка тут. Все мы тут. Пока что еще просыпаемся окончательно. Деня, когда уже в телефончик, Милка залезла. Ей скучно, наверное, не отходит от нас. Скучаю, дай-ка за мамочкой своей. Все, девочки. Приехала я домой. Включила телевизор. А тут идет собака на сене. Старый, замечательный фильм. Актерский состав очень хороший. Вот я его сто раз уже смотрела. И с удовольствием смотрю еще раз. У меня тут размораживаются окорочка. Хочу жареных окорочков с овощами поесть на ужин. И все. И арбуз у меня еще есть. И сегодня делать ничего больше не хочу. Доброе утро, девочки мои. Я проснулась. На улице уже 25 градусов. Но днем будет 33. И еще до конца августа у нас будет до 35. А с 1 сентября начнет снижаться температура. И к выходным она снизится до 24. Будет комфортная такая температура. Но хорошо. Ветерочек еще легкий дует. Но уже не такой сильный. Такой приятный прохладный ветер. Ну и небо такое слегка облачное. В общем, сегодня до 33 должно быть. Ой, как хорошо на улице с утра. Прям свежий воздух дует. Хорошо, классно. А я с утра уже сделала масочку. Сейчас пойду смою масочку. Приведу себя в порядок. Потом вернусь к вам. Вышла я, девочки, на улицу. Все искупалось. Хорошо. Пока не жарко, решила пройтись. Ой, как хорошо. Ветерочек отдувает. Душно уже с утра. Ну, я, кстати говоря, вчера пропустила один день. Болела спина. Я до этого подняла арбуз наверх. Я думаю, что, скорее всего, просто он был тяжелым. Спина вчера болела. Поэтому я пропустила один день. Ничего не снимала вчера. Отлеживалась. Сегодня более-менее нормально себя чувствую. И уже с утра все сделала, оступалась. Решила выйти пройтись. Магазинчик сходить. Не буду набирать полные сумки, как обычно. Сейчас возьму только самое необходимое. Там сметанку, колбаску, хлебушек. В общем, по мелочи все. Даже не буду снимать магазин. Фух. Аномальная жара. Аномальная жара. Завтра я посмотрела прогноз. Завтра, послезавтра 35 градусов. Ну, потом, слава Богу, пойдет на спад. И снизится до 24. И это будет уже классно и прекрасно. Я как-то смотрела новости. И там говорят, в Москве аномальная жара. 33 градуса. Думаю, ну вот прекрасно. Аномальная жара у нас в Ростове все лето. 33-35. А то и выше было. Вот. Ну вот, с 1 сентября пойдет на спад температура. И снизится до 24. Несколько дней я смотрю 24. Хотя надо смотреть каждый день. Потому что меняется все время прогноз. Сегодня на 10 дней вперед смотрю показывает одно. Завтра посмотрю, может показать другое. Но в любом случае похолодание чуть-чуть такое комфортное приближается. И, в общем, будет хорошо, будет классно. Так, что я вам сказать еще хотела? Вспомнила я, что я хотела сказать. Хотела сказать, что, девочки, пока у нас жара, я вам говорила, я очень плохо переношу жару. Поэтому, даже несмотря на то, что я дома нахожусь, под спецсистемой, все равно, вот именно то, что, ну, вот, кругом такая вот температура, все это на меня как-то воздействует. Поэтому я вяленькая. И не надо мне писать в комментариях, что у вас такой усталый голос, или вы такая уставшая. Вообще, такие комплименты лучше вообще не делать. Ну, а если вот уже кто-то написал, просто говорю, что на меня погода влияет. Да, у меня уставший голос, может быть. Хотя у меня голос, по-моему, такой же, как и обычно. Он у меня такой и есть просто, на самом деле. Спокойный голос, кому-то даже нравится. Вот. И все. Вот такая я, какая есть, в общем. Сейчас иду, не торопясь, с таким тихим шагом. Иду в магазинчик, прогуливаюсь, можно сказать. Видео вот это коротенькое, потому что, ну, вот какой голос уставший. Так вот у меня и снимать, как бы, нечего делать, ничего не хочется, чтобы что-то снять. Нижнее движение вызывает у меня муки какие-то. Вот. Надеюсь, что все это изменится, как погода только изменится. Я так надеюсь. Вот. Может быть, что-нибудь изменится, переменится. Ну, пока просто, вот видите, вот такое коротенькое видео я сняла и снимаю, видите, маленькими такими кусочками, отрывками. Особо и делать ничего не хочется. И говорить даже языком ворочек не хочется. Поэтому вот такая я. Просто, чтобы вы меня не потеряли, я вот так вот, хоть небольшое видео, коротенькое, ну, решила снять хоть что-нибудь и выпустить. Так. Ну что, дошла я до магазина. В общем, пойду сейчас быстренько нырну туда-сюда. И потом домой. Включу сплетсистему, потому что уже душно. и буду отдыхать. На этом, девочки, хочу с вами попрощаться. Пишите комментарии, ставьте лайки, кому видео понравилось. И все. До новых встреч всем. Пока-пока. Люблю, целую. Субтитры сделал DimaTorzok